Ну что, друзья, приветствую. Рад, конечно, выступать здесь, рад, что вы тоже с нами. Сегодня многие подходили, вчера тоже подходили, говорят, чем ты занимаешься. Я теперь не только дизайнер, занимаюсь другими темами. И сегодня я хотел рассказать, какие у меня есть направления, для чего я это хочу сделать. Для того, чтобы вы тоже понимали, что наша профессия очень классная. И если мы говорим о том, как развиваться, что делать дальше, как зарабатывать деньги... Потому что деньги — это не самоцель, на самом деле. Самацель — это сделать деньги креативным, интересным способом. И вот мне это всегда приятно, здорово. Для меня профессия дизайнера, она легла в основу моих дальнейших продвижений. И я сейчас вам покажу, как я мыслил, как я действовал, какие проекты у меня были, как они запускались и как дизайн с этим всем связан. И я думаю, что многим из вас тоже, возможно, это будет интересно. И цель моя очень простая, чтобы вы посмотрели на всю эту историю немножко с другой стороны и, возможно, что-то применили. Итак, тему нашего исследовательского занятия. Как дизайнеров интерьера выйти на доход 300 миллионов рублей? Это первая часть, многим это окей, но дальше можно еще выходить дальше, от 1 до 10 миллионов. И вот первая тема и проблема, что многие останавливаются именно на сумме, вот на небольшой. То есть я проводил обучение 7 на 7, это как выйти на доход до миллиона. И вот многих блок, именно блок эмоциональный, что даже больше 300 не может заработать. Не то, что не может, даже не верит, что это возможно. Вот есть ли у кого-то такое? Поднимите, пожалуйста, руку. Нету, да? Здесь все продвинуты. Есть, есть, отлично, да? Не стесняйтесь, потому что это все в голове у нас. И я когда понял, что наша бизнес-схема и дизайнерское мышление может пробить этот потолок логикой, сейчас я вам постараюсь подсказать и потом подскажу в том числе вашу тему, как сделать. Чем я занимаюсь? Вот такие вот у меня бизнесы, помимо дизайна интерьеров, чтобы вы тоже понимали. У меня студия дизайна, школа дизайна, ресторан недавно мы открыли в Сингапуре, книгу написал, конференция мы делаем, да, это тоже направление. Маркетинг и воронки, это автоворонки, то есть маркетинг, занимаюсь в разных бизнесах. Проект Селжи, сейчас расскажу, где помогаем предпринимателям выходить на доход на миллион и более. И даже проект по похудению. Делаю разные бизнесы, мне это сейчас интересно, я развиваюсь через партнеров. Давайте про деньги, чтобы вы тоже не стеснялись, это нормальная история, вот студия дизайн 30 миллионов мне принесла, но потом я уже перестал считать, ну вот в принципе такое направление. Студия дизайна интерьеров работает по системе, которую я сделал. Выполнено более 100 проектов руками сотрудников и учеников. Я вообще человек системы, как вы понимаете, я придумываю что-то интересное и дальше это передаю уже другим людям. Я понял одну вещь, что, к сожалению, жить нам не так долго на этой планете, и если мы не будем множить свой талант, то мы просто не реализуем большое количество возможных интерьеров, проектов, не отчисливим людей. И единственный способ это делегирование, поэтому у меня такая возможность есть создавать систему, передавать их и делегировать другим людям. И они делают даже лучше, чем сделал бы я. Ну или примерно так же я комментирую и тоже участвую в проекте, как арт-директор. Наверное, как вы знаете, что есть там стандарт такой, да, профессии, где есть разделение на функции людей. Вот через это мы делегируем всю эту историю. Проекты некоторые, которые мы делали, с звездами мировыми работали. Мои работы в журналах печатать, только мои, в том числе наши студии, приглашают в различные большие проекты. Это по дизайну. Теперь по обучению. Получилось 1 миллион долларов за 18 месяцев, вернее, это было в 2009 году. В студии нужны были сотрудники. И я увидел только потом, что это отдельный бизнес, отдельный интересный бизнес, который можно развивать. Это все тесно связано. Дальше я основал школу дизайна. У меня более 1000 выпускников. Некоторые из них выступают у нас на конференции. 2, 3, 4, 5 человек на конференции. На этой конференции тоже были люди. Кто смотрел какие-то мои видео, методики, вообще ездить из зала, поднимите руки. Ну да, практически ползала тоже знакомо. Вот, неважно, платно или бесплатно, я это делаю не ради денег, я это делаю ради удовольствия. Это мой способ влияния на мир, мой способ продвижения себя и своих технологий. Моя задача, чтобы более миллиона человек заработали миллион долларов, и мне кажется, я смогу это делать. На этой тоже есть система. Я сейчас как раз ее развиваю. Книгу, которую я издал в 2019 году, тоже принесла 10 миллионов рублей. 5 в продажах и 5 в косовных тоже продажах. Кстати, вот ее можно тоже приобрести. Как она продается без рекламы? Вообще, кстати, я без рекламы вообще все продаю, все эти бизнесы без рекламы созданы. Тоже, если кому-то интересно, научу, расскажу, как это делать. И вот это вот моя большая цель была. Люди сами рекомендуют, потому что мы создаем классный продукт. И если вы тоже создаете классный продукт, то я думаю, что этот способ для вас подойдет, эта система. Конференция в 2011 году, это тоже как продолжение тоже всего дизайнерской темы. Мы распространяем мою вот миссию, которую я сейчас сказал, влиять тоже на людей. Если у нас большая философия, если мы влияем на людей, и чем больше, тем лучше. Вот Светлана Коплакова в 2014 или 2015 году к нам подсоединилась. А так мы начинали с Максимом Вересом. И вот вы здесь тоже благодаря вот, собственно, моему неутомимому желанию движения вперед и благодаря нашим партнерам, которые все это дело организуют. Спасибо, спасибо. Вот ресторан в Сингапуре мы открыли совершенно недавно. Я стал применять технологии и навыки в дизайне, которые у меня были. И у вас они тоже есть. Потому что если они были у меня, я это начинал в 2011-2010 году, у вас тоже эти навыки есть. Вы можете подумать, как свой мозг использовать под другие, не только дизайнерские темы. Я познакомился с ресторатором, он открывал в Сингапуре ресторан. Там нужен был дизайн. Но мы придумали ему еще более крутую схему, в которой мы через инвесторов собирали деньги. И нам удалось, ну таким хитрым способом, собрать 35 миллионов рублей и получить еще 50% бизнеса себе. Вот и долю я получил. Все тоже благодаря дизайнерским таким мозгам. Как это работает? Есть технология. Эти этапы многократно проверены во всех проектах, в которых я участвовал. Технология основана на математике и психологии. То есть мы используем бизнес-инструменты и внутреннюю концепцию поведения людей. Я изучил психологию, примерно мне ушло два месяца, чтобы прочитать и изучить, систематизировать все концепции, которые есть психологические. И свел их к одному простому алгоритму, которым я сейчас тоже с вами поделюсь. И когда я стал применять этот алгоритм к своим проектам, то они все стали запускаться и все стали успешными. И не нужно было бы вкладывать в рекламу. Это видят в том числе сотрудники, клиенты, партнеры, поставщики. Все хотят с нами работать. Не потому что там что-то мы делаем, а потому что именно вот это заточено на основах. Система работает не только в проектах, где участвую я. Система помогает в том числе и моим клиентам. Вот можно посмотреть некоторые интересные последние кейсы, которые год мы занимаемся. Владимир Холбаев, да, здесь тоже был, выступал. Не знаю, здесь, не здесь. Вот 3,6 миллионов рублей. Максим Чернов, блогер, 7,5 миллионов рублей. Руслан Назаров, это вот ресторан. Илья Булатников в партнерстве со мной работает. Мы за три месяца в проекте собрали, ну там уже чуть больше, да, там получается 70 миллионов рублей. Мы собрали 10, 11 предоплат и остальные сейчас доплачивают в течение там 2-3 месяца мы ведем их. Михаил, это блогер в США. Мы сделали большой проект. За 30 дней он собрал тоже 100 тысяч долларов. То есть наше дизайнерское мышление, оно тоже работает. Да, вот этот проект с оплатами, который у нас сейчас есть. Все это было сделано без денег, без команды, только креативно, с помощью интеллекта. То есть подключив к этому еще и маркетингу инструмента, можно совершенно замечательно стартовать. Эти результаты достигнуты благодаря системе, что есть технология. Вот смотрите, бизнес на самом деле это очень простая история и мы, мне кажется, очень легко можем в ней работать. Первый это продукт, второй это трафик, потом продажи и система. И если мы в этом ориентируемся, если мы умеем это делать, то мы можем любой проект запустить. И самое ключевое здесь продукт. То есть что такое продукт? Продукт это то, за что люди готовы платить. Он построен на нашей уникальности, на желаниях клиента, на психологии и на разумной стоимости. Конкуренции у нас нету, потому что в продукт мы можем любую интересную идею применить, которых еще не было на рынке. И вот ключевая особенность и философия, которую я сейчас исповедую, что можно реально зарабатывать креативным способом, а дизайнеры это креативщики, без ограничений, сколько хочешь и как хочешь, и с кем хочешь. То есть нет ограничений. Я делал проекты и на миллион рублей, и на два миллиарда это все абсолютно рабочая схема. Я даже сам не думал, что это получится. Мы садимся, начинаем раскладывать, и все работает. Я бизнес проектирую точно так же, как дизайн интерьера, где все по полочкам. Поэтому навыки, которые у нас есть, когда мы делаем планировку, техническое задание, комплектация и все остальное, все, что вы услышали от спикеров, можно применять в том числе для заработка денег. Из чего состоит любой бизнес? Продукт, продажа и результат. Это самые такие базовые три ноты. Что такое продукт? Это интересный способ, который мы придумываем. Что такое продажа? Это как мы доносим информацию и почему люди у нас покупают. Как мы делаем так, чтобы даже нам не приходится влиять на людей и каким-то манипуляциями, хитрыми способами, какими-то сценариями, скриптами продаж. Нет, мы просто ждем, и люди сами готовы купить. Вот нам так надо сделать. И результат. Потому что многие останавливаются на продажах, но самое главное, считаю, в реализации результат, чтобы клиенты были довольны. Потому что основные деньги идут от того, что клиенты приходят к нам снова, снова и снова и приводят других людей. Вот это вот ключевые вещи. И вот я сейчас хочу показать про результат. Я думаю, что вы сами справитесь, потому что если вы будете брать и делать, то у вас получится. А вот продукты продажи есть несколько важных вещей. Шаг один. Нужно создать идею продукта. Идея – это то, желательно, что мы отличаемся от остальных, чтобы у нас она отличалась. И в идею мы добавляем то, что хочет клиент, что у нас есть как ключевая особенность. Желательно сделать ее максимально масштабной. То есть не на 100 тысяч, не на 200, не на 300, а на миллион, два, три и более. И, к сожалению, многие люди, я не знаю, как у вас, они не мечтают. Вот я возвращаюсь к тому случаю, потому что у меня вот курс 7 на 7, который идет бонусом, кстати, книги, если кто-то будет приобретать. Там как дойти до миллиона. Я постановил статистику, люди не идут дальше 300 тысяч. Почему я спросил? То есть они не верят буквально, что это возможно. Действия очень простые, понятные. Там даже у меня логика расписана. То есть вот бери, сделай 1, 2, 3 и все. Я потом стал звонить и спрашивать, скажите, пожалуйста, вы же купили курс, вы же хотели пройти до миллиона, почему вы дальше там 150-300 тысяч не пошли? Все, просто веры нет. И вот ключевое, наверное, это вера и мечта. Если у вас есть вера и мечта, если вы можете об этом поговорить с собой, именно себе признаться в том, что я способен, я достоин, я могу, то точно получится. И дальше тогда нет ограничений. И тогда мы создаем продукт не на 100, 200, 300 тысяч, а на 1, 2, 3, 5, 10 миллионов в месяц. Ограничений абсолютно нет. Вот я сейчас иду 10 миллионам пассивного дохода, я считаю, что это вполне реальная тема, абсолютно четко и понятно. Абсолютно понятно, как это делать. И помогаю другим людям, в том числе, это увидеть в их бизнесе и делать. Главное, чтобы у вас была вера. Поэтому первое, наверное, задание, и самое важное, это позволять себе мечтать. Вот все, что хочется, это можно представить, и значит, это может получить. Как бы эзотерически это ни звучало. Это реально работает. Хотя я супераналогический человек. Второе, это упаковать продукт. К сожалению, мы не проявляемся. Еще одна, опять же, психологическая особенность, что мы не проявляемся так, как следует. Мы проявляемся так, как мы сейчас в данный момент себя видим. Или как мы себя ощущаем. А смысл, смотри, пункт 1, как раз таки проявляться в социальных сетях, в общении с клиентом. Как тот человек, который мыслит уже гораздо больше. 1, 2, 3, 10 миллионов. То есть, если мы проявляемся именно так, о чудо, к нам приходят премиум клиенты. Потому что они хотят дизайнера или хотят специалиста, которые мыслят так, как они, которые с ними на одной волне, из-за того, что мы иногда себе не позволяем так мыслить, к нам клиенты не приходят, либо приходят и чувствуют, что перед ними обслуга, а не на одной волне люди. И вот эта важная часть, когда мы осознаем себя, мы двигаем дальше и мы начинаем проявляться в этом направлении. Шаг 3, это найти клиентов. Интересный тоже способ. Сейчас расскажу, потому что все это хорошо. Можно сказать, а где же конкретно клиентов найти? В этом тоже есть технология. Существует несколько способов привлечения клиентов. Все они связаны, знаете, с чем? Они связаны с одной простой штукой, что есть маркетинговая стратегия, по которой мы идем. То есть, есть воронка продаж, которая уже рассказывает вам на этой конференции. И вы все, наверное, знают. Мы берем клиентов, выбираем, сначала привлекаем, потом подогреваем, потом продаем, потом общаемся, реализуем. Стандартная схема. Самое главное здесь, самый первый шаг, каким образом мы начинаем проявляться. И это вопрос к нам. То есть, как найти клиента, это вопрос не где их искать и где они находятся, а очень важный момент, это вопрос к нам, как мы хотим проявляться. Есть несколько этапов. Это текст, это видео, это выступление, такие как это, это networking, партнерство. Вот четыре этапа всего. Какой способ правильный? Любой. Можно взять один любой способ и довести его до правильной кондиции, и он будет работать. И четвертый шаг – это продавать на консультациях. Но продавать не скриптами, манипуляциям или еще чем-то, а просто слышать клиента. Не говорить, а слушать. И все. Вот этот навык, который можно получить за одну-две недели, и все, и клиенты сразу будут платить. Они будут оставлять деньги прямо на встрече, потому что не хотят потерять вас. Они же встречаются с другими ребятами. И тут важно не быть самым лучшим в мире дизайнером или переговорщиком, а быть лучше других дизайнеров в том, как ты понимаешь клиента. А это легко, если ты его слышишь. Соответственно, вот это вот по продажам тоже отдельная большая часть, отдельная психологическая работа. Все это про психологию одновременно и просто, и сложно достаточно. И вот результат, да, это уже, я думаю, что вы сами дадите, но есть еще один лайфхак классный. Когда я сам работал, я результат добивался достаточно сложный и тяжело. Даже вот конференция, которую мы создаем в 2014-2015 году, вот мы сделали несколько конференций, я понимаю, что это не мое, но я не могу организовывать, я не организатор. Я больше системщик, я выступаю. И я думал, либо мы закроем вообще это, и был шанс, что мы закроем. Но вот я, к счастью, познакомился со Светой, и я понял, что очень важно как раз-таки в делегировании, даже не в делегировании, а в партнерстве, это партнерские отношения, когда каждый занимается тем любимым делом, который у него есть. И я вот сейчас тоже занимаюсь любимым делом, я подсказываю людям, как увидеть их путь, увидеть те точки, которые они не видят, и реализовать их до результата. Вот, соответственно, люди в партнерстве тоже это делают. И давайте поговорим вот 4 основные пункта, на которые я хочу делать упор. Это то, что прямо сейчас работает. Это проверено большим опытом, через меня прошло около 200 людей за последний год. Каждый день практически я делаю несколько встреч, у меня огромная насмотренность в большом количестве бизнесов, не только в дизайне. И вот то, что реально работает, то, что очень хорошо работает, примените это, пожалуйста. Опять же, не все, можно выбрать что-то. Первая тема – это премиальный продукт. Это значит, не стоит бояться, просто выходим на премиальный рынок. Я сразу делал классный дом, и мне никто не сказал, что я должен делать полную комнату квартиру. У меня даже не было такого. Ну да, дом, я буду делать дом. Поэтому даже прямо сейчас можно делать и завтра, сегодня спозиционировать себя, как дизайнер, который делает большие дома, большие офисы, работать с зарубежными клиентами, если надо. Нет ограничений. Опять по психологии. И вот эта штука, есть методика, я ее здесь заготовил, тоже покажу вам чуть-чуть попозже. Второе – это масштабировать через циклонирование бизнес или франшизу. Франшизу я не очень люблю и никогда не создавал, я больше люблю планирование. По одной простой причине. Мне кажется, что неправильно привязывать человека к себе постоянно на какие-то проценты. То есть я считаю, что надо, чтобы все по любви было. И вот по любви – это когда ты передал свою методику, технологию, и человек сам развивает. Если он хочет с тобой работать вместе, то он работает с тобой вместе, ну уже приходит и говорит, можешь мне клиентов дать или давай я тебе буду передавать клиенту. Так получалось у меня. Мои ученики и выпускники передавали мне клиентов. Я им передавал клиентов. То есть мы именно работаем в совокупности вместе. Сейчас даже вот ребята выступали, девчонки вот из Татьяны, Александра, они хотят курс по комплектации. Как они сказали, никто не переживает, что вот они делают по моей технологии. Я говорю, замечательно, здорово, давайте я не буду делать по комплектации, давайте я вам клиентов просто буду давать, мы будем вместе делать. То есть нам важно именно в сотрудничестве это делать. И поэтому вот еще одна тема, с чего мы начинали дизайн-конференцию, что многие люди воспринимали коллег как конкурентов, особенно в небольших городах. Забудьте эту тему вообще навсегда. Мы все коллеги и более того, мы классные бизнес-партнеры по разным направлениям. Нельзя одному человеку все делать. И еще одна тема это обучение и консалтинг. Очень-очень такая важная вещь. Когда вы уверены в себе, когда у вас система, есть технология, можно запустить очень дорогое обучение. Я не понимал, как это делать, я продавал за 300 тысяч, за 500, я за миллион не понимал, как продавать. В сентябре я понял, как это делать, и за один день я продал на 5 миллионов, за 14 дней на 14. Я просто понял, как это делать. Есть технология, и когда она работает, она работает. А до этого это было невозможно. Также и здесь получается, вы можете эту штуку запустить, хотя бы думать в этом направлении, это принесет дополнительно много денег. Уже сейчас можно начинать, потому что коллеги уже начинают это делать. Ко мне приходят в том числе на консалтинг люди, которые запускают консалтинг для дизайнера. Очень классная тема, и это очень помогает рынку, потому что дизайнеры будут продавать. В чем суть обучения? В том, что как раз мы даем до результата, даем клиентов новых и даем продажи. А дальше с системой справятся сами люди. И последнее, это больше клиентов в текущий бизнес. Это самая простая задача, просто делаем эту воронку, нормальный маркетинг, копирайтинг, и все, это готово. То есть даже тут останавливаться не стоит, но многим именно это поможет пробить планку 1 миллион. Есть технологии, как раз там, как выйти. У меня есть генератор как раз таки проектов, откуда это делал, систематизировал. На веблоке тоже буду показывать, это все прорабатывает. Кто идет, отлично. Кто не идет, можете тоже прийти. У нас на стенде можно завтра тоже записаться. Какой способ вам выбрать здесь? Несколько рекомендаций. Если вы выбираете, двигаться дальше, двигаться на большие деньги. Если хотите больше зарабатывать, не меняя продукт, это маркетинг к автоворонке. Если это премиальный продукт, если хотите зарабатывать больше денег и новым клиентам на том же бизнесе, нужно будет готовым быть, переупаковаться полностью, поменять и мышление, и позиционирование. Масштабировать, клонировать бизнес, если хотите систематизировать. Если у вас внутри есть систематизация, вы прям горите, вы понимаете, что вы именно логик и можете написать инструкции, документы. У меня это так, я написал, и мы продали около 100 компаний, которые курс у нас прошли по созданию студии. И несколько компаний под ключ. Это классная технология. Если у вас что-то есть уже, можно это уже прям сейчас упаковать и продавать. Почему нет? Через это, кстати, люди приходят. Обучение, консалтинг очень хорошо тоже работает, потому что люди видят, что вы продвигаетесь, у вас есть о чем рассказать, у вас есть классные кейсы, и к вам люди тоже приходят. Я публиковал видео на ютубе, вот и люди тоже ко мне приходили, в том числе и клиенты. Говорят, все классно, здорово, можно у вас заказать. По другим направлениям. И вот все направления, которые были, они же не просто так созданы, они все энергии, все работают. Люди приходят на сущность, на идею, на философию, на бренд и остаются в разных продуктах. Поэтому здесь нет распыления, если вы в партнерстве работаете с людьми, которые по правильной бизнес-модели и стратегии это делают, то вы, по сути, генерируете такие задачи для себя, проекта, и клиенты приходят. На любой теме комбинация может создать бизнес без проблем. Но почему очень важно понять, какой способ из этих четырех подходит именно вам? Потому что если выбрать не свое, не будет энергии, бизнес не пойдет из-за внутреннего соподажа. Вот у нас тоже учатся сейчас 70 человек, которые создают свои бизнесы, но не все они делают. Почему? Потому что они берут какой-то не свой, чужой путь. Чужой путь не работает никогда. А путь у нас свой всегда, потому что у нас есть свои внутренние данные изначально при рождении, ключевые качества. Их можно выявить, выяснить и сделать для себя основой, такой путеводной звездой. Как понять, какой способ подходит? На это тоже есть система, вот мы разработали, может быть кто-то уже видел. Я на прошлой дизайн-конференции подробно об этом рассказывал. Если что, можете посмотреть запись у меня на YouTube-канале. Если очень коротко, то у нас есть четыре мотиватора основных. Это выгода, эмоция, безопасность и лидерство, желание выделиться. Это есть у нас, это есть у наших клиентов и идеально, когда они совпадают. Смысл в том, что всех четырех вам не надо. Мы выбираем только первые два из этих четырех. И именно это то, что у нас внутренняя сила, то, что наша уникальность. Я называю технологию найти уникальную за 30 секунд. То есть просто не нужно долгие там какие-то проходить курсы и все остальное. Кто-то неделями, месяцами это делает. За 30 секунд это реально сделать. Использовать технологию. Все просто, да, мы еще аудиторию не исследуем. Сейчас вам еще одну концепцию скажу, которая многих маркетологов просто повергает в шок. Моя концепция такая, что я ни разу в жизни не исследовал аудиторию. То есть я не проводил ни касс-девы, ни узнавал их желания, проблемы. Зачем? Я знаю, что людям надо. Им надо выгоды, эмоции, лидерство, безопасность. И более того, я делаю даже не то, что клиенты хотят, а делаю то, что я хочу. А людей настолько много, что тем, кому мой подход близок, они приходят. И все. То есть наша задача понять, кто мы, и просто рассказывать об этом. И показывать. И люди увидят. Сделав продукты, естественно. Потому что если продукты не сформулированы, как оффер, как предложение, это не будет работать. Конечно, да, касс-девы нужны. Нужны исследования аудитории. Если термин, то знаете, нужно аватар клиента. Это все важная часть. Но это дальше, когда уже нужны детали. А концептуально, если просто так сделать, просто выбрать, что тебе нравится, что хочется, это будет работать. Это интересная концепция, но она работает. Она работает у меня и работает у всех людей, с которыми я работаю. И мы создаем бизнес по шагам. Придумываем проект, отражающий или две, или четыре потребности должным образом. Упаковываем предложение, и люди выстраиваются в очередь тогда. Дальше мы создаем систему. Нанимаем сотрудников. Кто у нас был на веб-блоках, я вот 10 лет подряд рассказывал, как систему создать. Это здорово, классно, но сегодня я понял, что система не нужна. Она не нужна. Это интересная вещь. Она нужна в одном случае. Когда мы остановились и сказали, нам хватит. Когда мы остановились на уровне 100, 200, 300, 500. Все, состроишь систему и замираешь на этом уровне. Как двигаться дальше? Нужно не создавать систему, нужно заново создать новый продукт и идти дальше. И дальше у каждого будет свой вот этот уровень, потому что система создается под определенный уровень. Либо второй вариант, мы создаем себе новый просто проект, уходим из него, и там система остается работать без нас. То есть система нужна, только когда мы захотим застабилизироваться. А так в целом можно расти снова, 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 выше, выше, выше. И когда я это понял, что то, что я делал в 17 лет, оно в принципе не надо, у меня был, конечно, такой небольшой шок. Но это тоже было логически связано. И это реально работает. Я вообще отбросил все эти сомнения, мы запустили новый проект, который принес 70 миллионов. Именно благодаря мышлению, дизайнерскому мышлению. Дальше мы это делегируем команду, если мы создали систему, ставим управляющего, не какой-то генеральный директор, а просто управляющего менеджера, который по этой системе работает. Уже все шаблоны есть, все как надо. И обеспечиваем себе пассивный доход с постоянным интересом к новым областям. У меня ключевая компетенция – это создать много интересного, классного проектов. Я не предприниматель, я не бизнесмен на самом деле. Деньги для меня, ну, как бы сильно много чего-то не значат, они для меня просто как результат интересной деятельности. И мне интересно каждый раз новые проекты создавать. Ну, просто вот это мое. Мне это безумно нравится. И я жизнь свою строю так, чтобы мне делать то, что мне безумно нравится, и это приносило деньги. Не обязательно у вас это так. Это моя система Бест, вот моя комбинация моего подхода. Найдите свои, все будет отлично. И я понял, что моя ключевая компетенция – придумать новое, реализовывать на практике, до денег, чтобы были деньги конкретно. И системное мышление, чтобы создать независимый бизнес по регламентам. Вот эти две вещи. Креатив и система. Вот как они соединяются. Почему это важно? Почему я вам рассказываю? Потому что я сейчас ищу партнеров. Если вам близко то, что я рассказываю, я хочу каждому из вас, ну, кому это интересно, помочь тоже создать такую систему, потому что она уже есть, она описана, и повысить тоже ваш доход, если вы морально готовы к этому. Это тоже работает. Кто готов морально от 1 до 10 миллионов на любимом деле зарабатывать, пожалуйста, подходите, мы с вами пообщаемся обязательно. Ну, а для тест-драйба приходите как раз на веб-блог, завтра вы увидите, как это работает, ну, либо сегодня ко мне можете подойти, расскажу. Так, первую часть мы закончили, у нас еще осталось 17 минут, спасибо.